Как сделать город чистым? Этот вопрос волнует многих. Наша съемочная группа убедилась в том, что Тверь может быть чистой, если каждый из нас просто будет ответственно относиться к выбросу мусора. Все поймете, когда посмотрите этот репортаж. Вот эта куча мусора образовалась в самом центре Твери на улице Крылова. Жители, по всей видимости, решили не утруждать себя и выбрасывать мусор прямо здесь, возле дороги у дерева. Другие, последовав их примеру, начали делать то же самое. Вот и эта милая бабушка от соблазна выкинуть мусор тут же не удержалась. Зачем мусор здесь выкидываете? Я сегодня первый раз. Я иду в больницу, а так я нашел вон туда за этот самый. Ну это как-то, мне кажется, не очень правильно. Вот как вы считаете здесь выбрасывать? Да, неправильно. Я никогда здесь не выбрасываю. Ну так, может быть, и не надо начинать? Просто есть люди, они уберут, если что. Такой позиции придерживаются многие. После общения с нашей съемочной группой, эта милая женщина все-таки забрала свой пакетик с мусором и понесла на специально оборудованную для этого площадку. Правда, с недовольством и без прежней любезности, как в начале общения. Меня фотографируют. Мусорная проблема в центре города не на вам. Пакеты с отходами здесь можно найти, как грибы в лесу. У жилых домов, столбов, за углами. Но почему? Ответил на этот вопрос председатель административной комиссии Твери. Причинами и условиями, которые способствуют совершению административного правонарушения, как показывает практика, являются, во-первых, ненадлежащая организация работы ряда управляющих компаний, связанных с тем, чтобы организовать надлежащим образом сбор коммунальных отходов, непосредственно возникающих у жителей многоквартирных домов, за что данные лица также привлекаются к административной ответственности. В ряде случаев субъекты предпринимательской деятельности не всегда ведут себя добросовестно и не всегда оборудовывают входные группы у зданий, которые им принадлежат, в которых они шлят свою деятельность, урнами, предназначенными для сбора мусора. Но все же это заключение жителей не оправдывает и не освобождает от ответственности. Каждый, кто сваливает отходы в непредусмотренных для этого местах, привлекается к административной ответственности, но сделать это, правда, очень непросто. Лицо застегнутое в момент совершения административного правонарушения может быть привлечено к административной ответственности. Максимальный размер наказания для гражданин составляет 3000 рублей. Не во всех случаях имеется возможность непосредственно застегнутое на месте совершения административного правонарушения лицо привлечь к административной ответственности. Таких составов достаточно небольшое количество возбуждается. За 2018 год рассмотрено таких 20 дел. 7 дел поступило на рассмотрение административной комиссии в этом году. Трое лиц привлечены к административной ответственности. А ведь потом многие, среди них и те, кто выбрасывает мусор, где попало, сокрушаются. Какой же у нас грязный город? Задумаемся, а почему? Давайте честно признаем, что мусор – проблема, которая все еще не решена только потому, что мы сами ссорим. Вывод один. Если вы хотите жить в чистом и ухоженном городе, надо прежде всего начинать с себя, не выбрасывать мусор, где попало. А делать это на специально отведенных для этого площадках, коих в городе немало. Давайте вместе сделаем Тверь чистой.